МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Наталья Игнатенко. Глядите у этого выпуском. Готовность номер один. На этом тейдне господарки в области плануют завершить под рыхтоку до массового жнева зернеуборочной техники. Шарговые факты об трагедии ученковским лесе. Новые знаходки служат необверженным доказом на умысного знищение нацистами славянского насельництва. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Выступление президента Беларуси на урочистом сходе до Дня незалежности краины протягивает широко обмерковаться в громадстве. Александр Лукашенко закликал у всех быть отказными и разом передольвает тяжкости. Для того, чтобы Беларусь заставалась суверенной и незалежной, каждый должен заниматься своей справой, отзнающий президент. Своими думками поделился член Совета Республики, Национального схода Республики Беларусь, старшин областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. «Приобретя суверенитет, любая страна мира, в том числе и наша, должна его в первую очередь сохранить. Сохранить и обеспечить безопасность своему государству как экономическую, так и военную. Я думаю, что в настоящее время, в существующих реалиях международных отношений, существуют страны, которые навязывают свое видение сегодняшней политики, свое видение устройства мира, которым, конечно, и не устраивает суверенитет других государств. Наша самая главная задача, как обычных людей, граждан нашего государства, в настоящее время, как сказал президент, заниматься своим делом на своих рабочих местах, приносить пользу своему государству, укреплять его экономические состояния. Ну, а военные, конечно, занимаются своим делом, которое им и положено». На этом тыдне господарки в области плануют завершить подрихтовку до массового жнева зернеуборочной техники. Зараз до работы на палетках готовые 77% комбайнов. Разом с тем, коли у одних сельско-господарчих предприемствах значную часть курамонтных работ выконали еще летось, то у них которых они начались только на минулом тыдне. Ситуацию вывучали наши корреспонденты. Ксуп Новозеньковский специалисты Комитета Державного Контроля наведывали в середине минулого тыдня. Тогда комбайны только перевезли до места проведения ремонтных работ. У господарцы чекали необходимые запасные частки. Сегодня ситуация иншая. На приконце тыдня у Новозеньковским плануют запросить простовника Держтехнагляду и отримать документы на дозвол эксплуатации машин. По коль двух, ремонт третьего комбайна потребует больше часу. Так как не было запчастей, поэтому сроки не так уже поздние. Я просто понимаю сложность этого ремонта. И сейчас вот получили запчасти, и в течение недели мы их подготовим полностью. Сегодня, посещая уже хозяйство, видим, что процесс пошел, ремонты идут, запчасти появились, и, в общем-то, понимаем и рассчитываем, что они к началу уборочной подготовят технику и войдут в уборочную вместе со всеми. В акционерном товаристве «Отор» ситуация супротлеглая. С восьми зернеуборочных комбайнов четыре могут выйти на палетки уже зараз. На остатних засталась сборка дробных узлов и регулировка. Практично все работы выполняют мясовые специалисты. Кажут, что проблем с запасными деталями нема. Тем более, что значную часть необходимых они были и еще лет, когда начали подрыхтовку техники до наступного жнива. Частично, значит, что успели, сделали в прошлом году, ну и уже начали в этом году, заканчиваем. Все ремонты мы производим своими силами. Ну, если только узлы, допустим, двигатели, то, может, производим ремонт на мотороремонтном предприятии, а все остальное делаем сами. Почас приезду нашей дымочной группы в акционерном товаристве «Гомель Абл Агросервис» завершали капитальный ремонт зернеуборочного комбайна Зрахачевского района. Машина отпрацовала на палетках 13 сезонов и, по сути, пришла у непригодность. На предприемстве полностью заменили электропстреливание, поставили новый руховик и навыд усталивали кондиционер. Зараз на Гомельшине реализуется программа по одновлению комбайнов, в которой имеют свыше нормативный термин эксплуатации. Если машина не подлегает капитальному ремонту, в работу будут взяты ее особные узлы, которые еще можно выкорестовывать. Оставшиеся узлы-агрегаты восстанавливаем капитально и пускаем их в оборот. Либо же как вторичный рынок перепродажа, либо же идет как обменный фонд. Это очень важно в период уборочных работ, когда хозяйство, если случилось выход из строя какого-то узла-агрегата, приехал на ремонтное предприятие, взял обменный фонд и буквально в течение определенного небольшого количества времени все это восстановило и пошел в работу. Сегодня у господарка Гомельской области находится крыше больше, как тысяча зернеоборочных комбайнов. Часка с них уже на палетках. В регионе началось жневое зимго и шменю. Разом с тем, этот сезон будет непростым. В среднем, каждая машина должна убрать до 350 гектаров зерневых. Знизить нагрузку повинны депомогчи 100 новых комбайнов, якие обещает поставить Гомельмаш. Поставленные задачи будут выполнены. Все для этого есть, денежные средства. Люди уже частично освободились от кормозаготовки, потому что мы знаем, что механикозаторский состав, это один и тот же на сегодняшний день практически. Убрали травы, положились ножи, и сейчас дошлифовывают ремонт техники и будем готовы к уборке. Оптимальный термин уборки зерневых – 25 дней. По сути, это подведение выника у працы на протягу года, урожайности, выловый сбор, покажики, по яких можно мерковать об поспеховости сельско-сподарчего предприемства. Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, Телерадо, компания Гомель. Черговые доказы в справе об геноциде белорусского народа. Новые знаходки у Чонковским леса, что под Гомелем, служат необверженным доказом на умысленное снищение славянского насильства. Подробности в сюжете Жанны Мининой. Год тому в Чонковском лесе выявили похование мирных грамотян. Масштаб и знаходки без переборщивания усколыхнулись Украину. Уже знайдены необверженные доказы зверства фашистов супрать мирного насильства. Работа по выявлению новых похований не спиняется ни на хвилину. В нынешнее время обнаружили еще две новые расстрельные ямы, на которых сейчас идет работа. Уже обнаружено большое количество сопутствующих находок, именно подтверждающих, что это гражданское население. Продолжаем работы на поисковом объекте. Площадь лесного массива прорабатывается сантиметр за сантиметром при помощи специального оборудования. Ввучение актов Назвучайной державной комиссии по установлению и расследовании злочинства у немецко-фашистских захопников, рассокреченных Украинской ССР, свечут об тем, что жанчин с грудными детьми и старых прогоняли у Гомель с города Шорс, Чарниговской области. Подчас раскопок на место похования убыли знайдены речи, якие подтверждают эту версию. С учетом добытых нами находок, которые нам однозначно, конкретно дают основания полагать, здесь именно вот эти мирные люди и покоятся. Допомагают на раскопках курсанты пошукового клуба «Пунцовые погоны». Подлетки разумеют важность падей, якие отбывались у годы Великой Ачинной войны. Праца в Чонковском лесе своего рода громадская оппозиция, сумленных патриотов. Замеслетних от починку и забау с одногодками, яны допомагают отновлять историчную правду обминулым своей родимы. Время, когда была война, очень пугающе, и сейчас никак не хочется, чтобы оно повторялось. Находки, когда я нахожу, это, конечно, очень тревожно, но в то же время и радостно то, что вот мы поднимаем память, мы показываем, как бы то, что вот оно настолько было страшно, чтобы люди берегли мир и не допускали подобного, что было. Троеды Чонковского лесу запомнятся детям, як найважнейший урок истории. Яны побачили усю правду на властные вочи. И тому николи не станут ахверой тех, кто наманается провести ревизию трагичных падей 20-го стагодзя. Важность поисковых работ перетенить очень сложно. Я, как учитель истории, прекрасно понимаю, что никакой, даже самый лучший учебник, написанный самыми монаститами, педагогами либо учеными никогда не заменит практики. И, оказавшись здесь, на территории полевого лагеря, они получают настоящий заряд патриотизма, который пронесут через всю свою жизнь. Дети, внуки этих подростков будут знать о том, что они когда-то собственноручно помогали батальону в расследовании вот этого уголовного деда, возбужденного прокуратурой. Раскопки в Чонковском лесе будут протягнуты. По загадках экспертов, тут похова на колледже 2 тысяч человек. Усе знаходки из места раскопок передадут у музей, где они станут молкливым напомином об геноциде белорусского народа. Жанна Минина, Сергей Лукашук, Телерадио, Компания Гомель. Лепшая Украине. По выниках работы за минулый год, податковая служба Гомельской области стала лидером. Наполнение бюджета в нашем регионе забеспечивает профессийный коллектив с больше 800 человек. Гомельская область угоходится в тройку регионов Украины, которые отличивают в бюджет наибольшую количество податков и сборов. Доля плательщиков Гомельщины у поступлений республики складая больше, как 10%. И это выник пленной працы супрацовников инспекции региона. По итогам прошлого года из четырех номинаций в трех налоговой инспекции Гомельской области признана лучшей Министерством по налогам и сборам. В этом году также непростые задачи решаются достаточно успешно. Бюджет формируется уверенно. Все задачи, которые ставятся перед налоговой службой, выполняются с точностью в срок. По традиции, на передо дни профессийного свято в Беларуси называют левших у своей справе и означают с нагрудным знаком выдать не в податковой службы. На больнице и короткочасовые дожди шикаются в регионе за утром. Поведомили у филияле Гомель-Абл-Гидромет. У авторок 5-го липеня будет переменная воблачность. Местами пройдут короткочасовые дожди с навальницами. У ночной и ранней годины в особных районах макшимы слабый туман. Ветерня устойливый 3-8 метров за секунду. Температура поветра ночью в складе плюс 14-19. Днем будет вагаться от плюс 28 градусов до 31. В связи с чем синоптики обвестели оранжевую здоровьбу небеспеки. На контроле сфера санаторно-курортного лечения и оздоровления насельництва. КДК Гомельской области проводят горячую телефонную линию. Звернуться по хваливающих питаниях можно на протягу прационного тыдня с 9 до 13 и с 14 до 18 годин. Номеры для связи 23-83-68 и 23-83-85. Специалисты уважливо выучат кожное поведомление. При необходности будут приняты ответные меры реагирования. Это и другие новины вы можете узнать в нашем телеграм-канале, а также на сайте в интернете по адресу www.tverhomil.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Реческого РОВД задержали 36-летнего мужчину, который в подвале многоэтажки выращивал коноплю. Сперва в квартире Речечанина обнаружили около 40 граммов опасного наркотического средства. По заключению судебного эксперта, изъятый наркотик был ничем иным, как марихуаной. Позже оперативники нашли оборудование для выращивания наркосодержащего растения. Впоследствии было установлено, что в подвале гражданин оборудовал специальное помещение для возделывания конопли. Мужчина признался, что выращивал зелье исключительно для себя, однако устанавливается его причастность к реализации наркотика другим лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело, житель Речицы задержан. В Житковическом районе на автодороге М-10 границы РФ Гомель-Кобрин произошло смертельное ДТП. Погибла женщина и ее малолетний ребенок. Предварительно установлено, что 35-летняя жительница Минска 3 июля около часа дня, двигаясь на автомобиле Volkswagen Tarant, в какой-то момент выехала на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовым автомобилем Гольфа с полуприцепом. Фура слетела в кювет. Также зацепил автомобиль Рено Логан, стоящий на обочине. К счастью, незадолго до аварии его водители вместе с пассажиром покинули салон. Водитель скончался на месте происшествия. При этом двое детей, которые были также в автомобиле на заднем сидении, это мальчик 2018 года рождения и девочка 2014 года рождения, были с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В больнице за жизнь девочки боролись врачи, однако это безуспешно, и девочка также скончалась. Мальчик при этом с тяжелыми травмами был доставлен уже в Гомельскую детскую клиническую больницу, где сейчас за его, опять-таки, здоровье борются врачи. Хотелось бы еще отметить тот момент, что девочка 8-летняя перевозилась без использования детского удерживающего устройства. При этом мальчик, несмотря на то, что перевозился в детском кресле, пристегнуть не был. Отчасти данные обстоятельства и послужили тому, что девочка скончалась по результатам данного происшествия. Мальчик получил телесное повреждение. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз. Трагедия на воде произошла в минувшие выходные в Гомеле. 2 июля в 9.30 в искусственном водоеме вблизи проспекта Реческого на территории храма святого Архангела Михаила без видимых признаков насильственной смерти обнаружен труп мужчины. Никаких документов при нем не было. Мужчине на вид 40-45 лет, ростом 170-175 см, среднего тела сложения. Был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и дактилоскопирования. В Гомельском районе пенсионерка потерялась в лесу. На помощь пришли работники МЧС. 3 июля в половине второго дня в службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи деревни Иваньков потерялась пенсионерка. На поиски незамедлительно были отправлены работники МЧС и сотрудники местного РОВД. Спасателями женщина была обнаружена в лесном массиве с диагнозом «тепловой удар» в госпитализированном учреждении здравоохранения. МЧС напоминает, что на данный момент посещать лесные угодья разрешено только в Будокошелевском районе. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение в студии Владислава Абрамова. Здравствуйте. В Бресте завершился открытый Кубок Беларуси по плаванию, участие в котором приняли белорусские и российские спортсмены. В заключительный день соревнований были разыграны 12 комплектов наград. На счету белорусской команды две золотые медали. На дистанции 50 метров брасом у мужчин быстрейшим стал Илья Шиманович. В этом же виде программы у женщин лучшие секунды показала Алина Змушка. 10 финалов в субботы остались за представителями России. Победителями турнира стали Михаил Вековищев и Арина Суркова, Мартин Малютин и Виктория Старостина, Павел Самусенко и Мария Каменева, Алексей Сударев и Андрей Филипец. Также российские пловцы выиграли две смешанные стафеты. Всего в открытом Кубке Беларуси по плаванию в Бресте приняли участие более 300 спортсменов из двух стран. По итогам четырех соревновательных дней белорусская команда завоевала 10 золотых наград. Россияне победили в 32 финалах. Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко заняли пятое место на этапе чемпионата России по пляжному волейболу, который прошел в Калининградской области. На групповом этапе Дедков и Петрушко обыграли китайскую пару Ванчжоу 2-0. С таким же счетом наши волейболисты одолели сильнейший дуэт России в составе чемпиона мира Олега Стояновского и Ильи Лешукова. До встречи с белорусами российская пара не знала поражения в текущем сезоне. В первом раунде плей-офф Дедков и Петрушко прошли Владислава Аксенова и Андрея Кострова из Ленинградской области. Но в четвертьфинале уступили дуэту из Московской области Руслан Быконов, Александр Крамаренко. Таким образом, белорусская пара завершила выступление на итоговом пятом месте. В очередном туре чемпионата страны по футболу представители Борисовского БАТ сыграли в ничью со столичным энергетиком БГУ и сохранили первую позицию в таблице чемпионата Беларуси. Встречу на поле Борисов-Арен и хозяева начали очень активно. И уже на второй минуте их капитан Станислав Драгун и открыл счет. Однако удержать победу хозяевам не удалось. На 73-й минуте лучший бомбардир белорусского первенства Бабир Абдихаликов забил свой 14-й гол и установил окончательный результат 1-1. Футболисты Брестского «Динамо» добились первой виктории в нынешнем первенстве. Аделев в гостях, Витебск 1-0. Победный мяч на 64-й минуте игры забил Максим Артемчук. Гомель на своем поле сыграл в ничью с Городинским «Неманом» 0-0. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомила Владислава Абрамова. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»